Ребят, вы чё, нам вообще-то снимать надо? Ага. Ну, вы во что там хоть играете? А на них играть можно. Нам и в темноте хорошо отдыхается. Мы вообще-то выпуск про VR-шлема снимаем. Ну, тебе надо, ты и снимай. Начнём, пожалуй, с самого простого. Это даже не очки как таковые, но фактически самый доступный VR, который есть на рынке. Это VR-шлем для мобильного телефона. История стара. Началось всё в 2014 году, когда компания Google представила миру концепцию Google Cardboard. Суть в следующем. Датчиками, мозгами и монитором служит смартфон, который в связке с линзами и специальным режимом воспроизведения видео работает как стереоскоп. Название подразумевает, что простейший шлем можно собрать из двух линз, картона и липучек. На Алиэкспрессе такие сборки стоят копейки. Да и более серьёзные варианты, наподобие нашего, тоже сравнительно дёшево. Ну, а чему здесь дорого стоить? Пластиковый корпус да линзы. Контента достаточно. Многие приложения поддерживают картборд-режим. Сама Google выпускает специальный комплект программного обеспечения. Ну, а видосиков, записанных под это дело, вообще тонны. О полноценной виртуальной реальности здесь речи, конечно, не идёт. Всё-таки возможности телефона ограничены. Да и управление с привкусом компромиссы и многое-многое другое. Но если использовать наушники, то можно неплохо отключиться от внешнего мира. Достаточно сносно. Так или иначе, основной вопрос в том, что для серьёзных приложений мощностей не хватает. Поэтому начинаем знакомство с VR-очками различных производителей. И открывает наш хит-парад очков, конечно же, Oculus Rift. Наверное, самые нашумевшие в своё время очки виртуальной реальности. Разрабатываются компании Oculus VR, известные и применимые, где только можно. Тот же самый аттракцион Futurift в базовой поставке комплектуется именно ими. Лаконичный дизайн, два контроллера, встроенные наушники, подключение через HDMI и USB. Фактически боевая классика в мире очков. Oculus штука, конечно, известная. Но сейчас VR-шлемы производят вообще все, кому не лень. От топовых брендов до всяких нунеймов. А вот так выглядит шлем виртуальной реальности от компании Acer. Его полное название Acer Windows Mixed Reality Headset. Смешанной реальностью здесь, конечно же, не пахнет. Но зато комплект прекрасно работает с центром смешанной реальности Windows 10. Интересных решений здесь два. Во-первых, верхнее крепление обода. Получаем таким образом быстрое снимание на диване, откидывающиеся забрало и относительно свободную голову. Второе. Наушники подключаются прямо к шлему. Это не очень здорово с точки зрения комплектности, но зато можно выбрать те наушники, которые вам удобны. Контроллеры вот такие. Позиционирование по маркерам. И в целом весь комплект работает нормально, вопросов к нему почти нет. Однако такого шлема в продаже вы уже не найдете. Поэтому сыграем в импортозамещение. С нами Deo Sodin российской разработки. Очки Deo Sodin выполнены по аналогичной форме. С одним важным отличием. К этим очкам прилагаются считыватели трекера. Сами трекеры расположены на очках. Конкретно на нашем экземпляре это видно очень наглядно. Защитки сняты. Но здесь же видны два конструктивных недостатка. Во-первых, сама клипса неподвижна. И так и хочет съехать на шею с затылка. Второй нюанс. Провод обязательно стоит крепить к ободку. Иначе он болтается везде, где только можно, кроме предсказуемых мест. Подключение DisplayPort. Приемлемо, но HDMI все-таки универсальнее. Ну и, наконец, перейдем к HTC. Наравне с Oculus это, наверное, самые ходовые VR-шлемы на данный момент. Линейка устройств широкая, поэтому пройдемся по нескольким. Начнем с Vive Pro. Де-факто стандартный шлем от HTC. Тяжеловат по сравнению с тем, что мы сегодня рассматривали, но зато плотно прилегает к голове. Засветки почти полностью исключены. Ободок оснащен подушками, носить комфортно. Но все равно тяжеловат. Наушники комплектные, с микрофоном и регулировкой громкости. Провод один. Подключение к компьютеру через коннектор. Такими шлемами оснащена наша VR-зона. И мы уверены, далеко не только наша. Контроллер от Vive выглядит вот так. В целом, достаточно удобно. Кстати, мы недавно задались вопросом, почему ни один производитель VR-очков до сих пор не обеспечил контроллер депадом. Эй, производители, услышьте нас, мы юмористы. Чем плохи все те VR-очки, на которые мы сегодня уже посмотрели? Правильно, проводами. Судя по всему, компания HTC мысли схожа. Vive Cosmos. Беспроводные VR-очки. Ну, как беспроводные? В базовой комплектации все-таки проводные. Но с беспроводным модулем все работает очень даже отлично. Но это не единственная их фишка. На этих очках, в отличие от прочих, используется технология трекинга с помощью камер, не требующая базовых станций. Контроллеры тоже интересные. По сравнению с прочими, достаточно легкие и на обычных пальчиковых батарейках. Более серьезной беспроводной историей является Oculus Go. Вот тут действительно беспроводные очки без компромиссов. К слову, именно в связке с ними обычно используется система трекинга Anti-Latency. Смотрите наши предыдущие выпуски. VR-шлемов сотни моделей. Про все не расскажешь. А вот все анекдоты рассказать можно, если постараться. Поэтому анекдот. Мама собирает сына в школу. Смотри, вот хлеб, вот колбаса, вот VR-очки. А зачем? Ну как же? Берешь хлеб, кладешь на него колбасу, Получается бутерброд. А VR-очки? Так вот же, положила. Не понял. А на этом все. С вами была Светлана Коновалова. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова